Приветствую вас, Марина. Скажите, пожалуйста, а в чем вам помочь конкретно? То есть, вы какой помощи захотите от психолога в данном случае? То есть, ну вот есть ситуация, да, понравился мужчинам, причем понравился так, что прям вот навязчивые мысли о нем, постоянно думаете только о нем и так далее, вот. Само по себе, само по себе, это как бы, ну, фактор, это фактор, сам по себе. Фактор, это, ну, я бы сказал, фактор навязчивости, да. То есть, когда человек что-то себе запрещает, что-то себе не позволяет, вот, всем до себя зажимает, не реализуется сам, да, вот. Ну, примерно, вот, как, как вы, да, вот, ну, примерно, примерно, как вы. Ну, вот, и, соответственно, начинают возникать сложности. Вот. Вот. Вот вы, вы подумайте просто. Вот. Есть, есть ли у вас такие показатели? Такие показатели, как удовлетворенность, например, удовлетворенность собственной жизни. Допустим. Опять же, собственная реализованность. Уверенность в себе, отсутствие страха, вот. Ну, страха, я имею в виду личного страха, да. Вот. Если у вас вот этого всего нет, то мужчина, мужчина, вам, он, скорее всего, нужен именно для компенсации вот этих вот аспектов всех. Ну, которых я говорю. И работать здесь, конечно, нужно в первую очередь именно с этими направлениями. То есть не с тем, чтобы, ну, не с тем, чтобы мужчину к себе расположить, например, да. Вот. А именно с тем, чтобы разобраться в себе, чтобы проявить себя, чтобы рассмотреть свои какие-то, ну, проблемы, да. Свои какие-то сложности, что ли. Ну, вот. А, понимаете, вот, речь, она, скорее, именно об этом. Речь, она, скорее, именно про Энт. Вот. Остановить, что это запрещено. Дальше. Вы говорите о том, что вы стесняетесь. То есть стесняетесь подойти и был уже неудачный опыт. Ну, неудачный опыт взаимодействия с мужчинами. Вот. Ну, естественно, что этот опыт, он на вас влияет, естественно, что этот опыт оказывает влияние. И естественно, что его нужно поисследовать и проработать желательно. Да. То есть, чтобы вы перестали воспринимать его, как травмирующий опыт. Потому что иногда, иногда, к мужчинам можно, можно подойти первый, да, и в этом плохого ничего не будет абсолютно. Вот. То есть это будет совершенно нормально. То есть иногда не стоит, но иногда нужно. Вот. И чтобы вы могли спокойно, спокойно и свободно это реализовывать, да, да, вот. Ну, нужно, конечно, избавиться от блокирующих факторов, которые у вас есть. Дальше. Значит, смотрите. Так мы друг друг на друга смотрело. Меня это так сильно потрясло. Давно никто не нравился. И тут мы совершенно не знакомы, совершенно не общаемся. У меня к нам увлечение. Не знаю, себя никак магнитом. Это идеализация. Или, иначе говоря, влюбленность. Вот. Ну, можно так по-другому назвать, да. Это влюбленность. Когда человек наделяет качествами другого человека теми качествами, которых у него нет. В вашем случае, ну, на мой взгляд, довольно велика вероятность того, что ситуация именно вот такая. То есть, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, велика вероятность того, что вы, ну, что вы именно вот так воспринимаете своего мужчину, вот этого вот, с которым взаимодействуете. Ну, с которым у вас было взаимодействие. Вот. Мне кажется, что вы его наделяете этими качествами, ну, совершенно не случайно. То есть, вам отчаянно, отчаянно хочется влюбиться. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, для чего и откуда такое желание. Вот. То есть, я хочу влюбиться, я хочу влюбиться и так далее. Вот вы говорите, что вам давно никто не нравился. Вот. Это тоже достаточно важный момент, потому что сразу возникает вопрос, так, а, собственно, почему никто не нравился давно? Что, блог какой-то поставили на это? Или как? Знаете, какая история, да? Вот. А если блог, то какой? Понимаете? Ну, значит, дальше, притом, когда я прихожу в магазин, настолько чувствую, что боюсь всегда сойти, не кто-то с ним познакомится. А, боитесь зайти, да, потому что сверхмотивация, это вот называется сверхмотивация, ну, на таком простом уровне, да, это вот сверхмотивация. То есть, обычно требуется, требуется обычное действие от меня, вот, у меня требуется совершенно, вообще совершенно обычное действие, а я боюсь, я боюсь, потому что слишком много поставлено на карту, да, слишком много, хочется, слишком много от этого зависит, ну, и, соответственно, что нужно сделать? Нужно снизить уровень зависимости, то есть, снизить уровень мотивации, то есть, вы, грубо говоря, ну, грубо говоря, вот, грубо говоря, для чего хотите с ним познакомиться, вот, чтобы, ну, чтобы что, вот, то есть, ну, какой вы хотите эффект, ну, эффект, результат? Для себя? Для себя? Понимаете? То есть, ну, нужно, какой результат нужен вам? И вот, с этим нужно поработать. Если вы увидите для себя, найдете способы, другие способы реализовать этот результат, то мотивации будет меньше. Соответственно, проще будет познакомиться, вы сможете раскрыть, ну, избавитесь от объяснений, всего такого. У меня ранее был неудачный опыт, когда я сама подходила с парнями, видимо, это сыграло роль. Ну, интернету не дать опыту нужно проработать. Я боюсь понизить сюда заходить, смотреть на него, потому что что? Что вы хотите и что вы запрещаете, а главное, кто запрещает вам. Вот опять же, как у вас отношения с папой складываются? Да, то есть вот. Ну, давайте вот подумаем. Как? Как у вас складывались отношения с отцом? Были ли вы близки с ним? Вот. А хорошие ли у вас с ним были отношения? Вот. Если да, то, соответственно, какие отношения? Ну и так далее. Я так думаю, что, скорее всего, отношения складывались не самым лучшим образом. Вот, потому что у вас здесь, ну, у вас здесь видно, что вы хотите, значит, себе мужчину немножечко помлачь, да? То есть подсознительно пытаетесь себя, ну, обезопасить, как бы. Ну, вот. Но, кажется, это будет никуда. Это вот то, что касается непосредственно вашего состояния. Вот, значит, наваждение, это навязчивые мысли, навязчивые мысли, это, опять же, запрет, да? То есть это желание, защита. Вот, то есть, значит, желание подавляется, да? Ну, через запрет. Желание подавляется. Вместо них появляются мысли навязчивые. Вот. Соответственно, выход из этого круга такой. Подумать о чем-то другом. Ну, просто банально. Подумать о чем-то другом. А я не могу, да? То есть я не могу подумать о чем-то другом. А почему я не могу? Кто мне, что мне не даёт думать о другом? Вот. Вот. Тест-фод, по сути, то, что, ну, нужно смотреть. То, что нужно исследовать. Вот. Дальше. М-м-м. Так. Ну, своего сердцветяга, естественно, не добавляю, но просматриваю вообще. Почему естественно не добавляют? Вот. Тоже довольно интересный аспект. Вот вы говорите, неестественно не добавляют. А что естественного-то в том, что вы его не добавляете? Вам хочется его добавить? А вы берёте его и добавляете, если хочется. Вот. Как раз таки, как раз таки надо сказать было, что неестественно его не добавляют. Вот. Не знаю, что делать, что делать, чтобы что, да? Мы этот вопрос озвучили. Ну, вот, мне показалось, что у него это интересно. Там, то есть, я никогда не придёт. Я вообще и подавно. А почему, опять же, Марина, почему я и подавно? Я и подавно-то откуда? Вот. Ну, просто вот размыслить на эту тему, на эту тему. Что ж. Помогите советам, не понимая, почему я так паникую. А паникуете и сверхотивации. Советов здесь никаких быть не может, потому что психологи не дают советов. Вот, честно, никаких советов быть не может. В принципе, тут нужно работать с вами. Надо хотя бы одну-две консультации взять. Преследовать вас, преследовать ваши желания, преследовать ваши чувства, преследовать негативный опыт, который у вас, вот, ну, есть в результате. Знакомиться с парнями. Вообще для чего вы знакомитесь с парнями? Вот, преследовать вашу модель женского поведения, которая у вас есть. То есть, какая вы женщина, какой вы хотите быть женщиной, какой вы видите себя женщиной, ну и так далее. Возможно, затронуть социальный аспект, да, то есть, какой, каким, ну, в данном случае, какой я себя вижу, да, значит, какой видят меня другие, и какой, как я думаю, меня видят другие. Вот это вот такой вот социальный аспект. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Я надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.